Обеденный полудень Солерна не будет таким уже томным и скучным, потому что матч Солернитана-Аталанта вызывает глубочайший интерес как в Бергамо, так и в Солерна. Казалось бы, перестройка Гасперини, что была затеяна посередине сезона, не даст каких-то ощутимых бонусов. Но Гасперини умеет собирать команду из того, что есть. Хойлун, Дерон, Джим Сити, Кэпмейкерс и многие другие игроки. Это вот тот класс, который может решить проблему в той или иной степени. И вообще команда Гасперини отличается тем, что индивидуальные качества всегда превышают надкомандными усилиями. Но Аталанта, частенько играя с такими клубами, как Солернитана, пропускает и, естественно, начинает раскрываться и много нарушать. В первом круге, как мы помним, Солернитана проиграла 8-2. Но прошло время, и Солерна стала реальной проблемой для клубов с именем и клубов, которые претендуют на что-то. Опыт Диа на чемпионате мира, раскрывшийся пенток, подписание АЧО и, к примеру, тот же Тони Вильена, который может осложнить игру, идут плюсом для клуба Паулу Солуза. Вообще Баулу Солуза реально собрал конструктор, который превратился в какого-то трансформера и где-то в убийцу. Поэтому я считаю то, что Солернитана, которая еще продолжает бороться за выживание, и Аталанта, которая старается попасть в Еврокубки, должны выйти интереснейший матч. Поэтому вариант на данный матч будет обе забьют. Да. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на данный канал. Здесь все самое интересное о спорте и не только. Спасибо за внимание. Пока.